Добрый вечер! Итоги этого дня подведу с вами я, Анна Маскаленко. И вот главные темы. Жители Барнаульского дома жалуются на некачественный капитальный ремонт. Накануне там и вовсе прорвало трубу. Подробности в выпуске. Полуфинал Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй» проходит в краевой столице. Какой опыт получают молодые управленцы, расскажем через несколько минут. Барнаульский фотограф стал членом Королевского метеорологического общества. О том, как сделать уникальные снимки природы, он рассказал нашей съемочной группе. 508 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, выздоровели 397 пациентов. Также зафиксировано 30 смертей от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 93 тысячи инфицированных. Из них больше 64,5 тысяч выздоровели. Почти 4000 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 403 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба тяжелобольных, 823 пациента на аппаратах ИВЛ-306. Новый флюорограф и рентгеновский аппарат появились в Барнаульской городской поликлинике номер 3. Оборудование заменит устаревшее, уже выработавшее свой ресурс. Каждый аппарат стоит больше 10 миллионов рублей. Их закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения края». Около 300 пациентов в день приходят в Барнаульскую поликлинику номер 3 на флюорографию. Еще 100 человек на рентген. Хоть квалификация врача на первом месте, работа рентгенолога напрямую зависит от технического оснащения. У нас и было оборудование неплохое в принципе, но что мы живем в новом веке и оборудование меняется, технологии меняются, поэтому и приходит новое оборудование в программе модернизации. Вот к счастью нам повезло, мы меняем оборудование, причем отдать должное надо нашему министерству здравоохранения, что за последние годы тяжелая техника меняется именно вовремя. Новое оборудование цифровое. Больше не нужно тратить время на проявку снимков. К тому же появилась возможность оперативно проконсультироваться со специалистами из других медучреждений. На порядок, на несколько порядков выше, на тем, что приходилось ранее работать. Прежде всего, это цифровая обработка изображения рентгенского. Это облегчает работу и врача, и лаборанта. Не требуется дополнительных средств для проявления пленочки. Все это в цифровом режиме, передается на компьютер сначала лаборанта, потом врача. И врач описывает, и в этот же день пациент получает результат. Боритовое покрытие стен, свинцовые двери, вентиляция. Кабинеты для аппаратов отремонтировали за 2 миллиона рублей из краевого бюджета. Рентгеновский аппарат уже собран. Монтаж флюорографа начнется в ближайшее время. Через месяц на новом оборудовании примут первых пациентов. Сейчас оно работает в тестовом режиме. И к другим темам. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко раскритиковал власти города Яровое за безответственное отношение к организации отопительного сезона. О работах по восстановлению теплоснабжения на оперативном совещании рассказал глава Минпромэнерго региона Вячеслав Химочка. 5 ноября по поручению губернатора министр выехал в Яровое, чтобы контролировать ситуацию на ТЭЦ города. Уже 7-го началось восстановление температуры теплоносителя после того, как в работу ввели котел номер 10. Сегодня на 6 утра на объектах здравоохранения температура 23-25 градусов, в школах 17-20 градусов, в детских садах 18-21 градус, многоквартирные дома прогрелись в большей степени 18-24 градуса, частные дома 17-22 градуса. Вячеслав Химочка также подчеркнул, что основной причиной произошедшего сбоя в подаче тепла стал недостаточный контроль со стороны главы города за функционированием местной ТЭЦ. Недостаточный контроль был за ходом ремонтной компании и за, не менее важно, за качеством приобретаемого топлива. В чем это выражалось? В том, что полномочия по приобретению топлива были переданы на уровень муниципального предприятия и со стороны администрации города. В принципе, в это время не контролировались закупки твердого топлива. В настоящее время проводится служебное расследование причин засорения котла номер 9 шлаком, что стало причиной сбоя в теплоснабжении всего города. Своё расследование начали проводить и надзорные органы. Виктор Томенко указал на существенные недостатки в работе местных властей. Работа должна, конечно, быть выстроена. И органы власти должны контролировать ход работы, особенно не просто на объектах теплоснабжения, а ещё и непосредственно в МУПе. Это же муниципальное предприятие. Значит, если я всё правильно понимаю, то руководство МУПа ЕТЭК в ходе подготовки к одопительному сезону и вообще в последнее время допустило серьёзные нарушения. Просто введение технологического процесса. Не тот уголь загружали, не так процесс ввели, и в результате получился козёл в печи. Ну, как говорится, да? Козёл зашлаковался. Значит, это не результат того, что станция старая прохудилась и так далее и тому подобное, как пытаются сейчас представить. Это результат просто безответственного отношения к организации работы. Это рукотворный кризис, который получился. По последним данным, котёл номер 10 на ТЭЦ снова вышел из строя. Энергетики вновь ввели в эксплуатацию летний, седьмой, который, напомню, не даёт нужной температуры. Завершить ремонтные работы планируется к 22 часам сегодня, и после начнётся растопка котла. Ситуация находится на контроле министра энергетики региона. КОНЕЦ Ярославу Восинскому обвинение в кибермошенничестве, а также внесли обоих в список американских санкций. Как ёжики в тумане. Жители дома по адресу Ленина, 144 в Барнауле жалуются на некачественный капремонт. Накануне там прорвало трубу. Кипяток затопил подвал здания, а пар поднимался на несколько этажей. Кроме этого, у жильцов есть и другие претензии к подрядчику. В ситуации разбиралась наша съёмочная группа. Но подвал топит, кипяток. Тут прям парилка. Вот он, вода. И вот весь подвал в воде. Прорыв трубы в подвале дома Ленина, 144 стал точкой кипения для жильцов. Они жалуются на некачественный капитальный ремонт, который начался в феврале этого года. За это время подрядчик обновил подъезд и фасад здания, а также заменил крышу, систему канализации и отопления. Для этого рабочим потребовалось вскрыть трубы в каждой квартире. Мама четыре раза вызывала, чтобы переделывали, подсоединят стояк, получается, к трубе, и всё капает. Она вызывает, говорит, переделывайте, мне как, я без отопления. И это всё весь сентябрь длилось. Никак не могли сделать. Она даже в итоге сама батарею вешала, потому что они не могли догадаться, как же её правильно повесить. В доме вскрывали и стены между квартирами и подъездом. Там проходит вывод канализации. Трубы заменили, а стены, по словам жителей, заделали некачественно. То, как сделали, прекрасно слышно. Вот кирпич есть, вот кирпича нет. Вот он есть, а вот его нет. И так на всех этажах. От капитального ремонта пострадали не только жители дома, но и арендаторы. Например, местный салон красоты. Сейчас у нас сделали ужасные. Мы просто вывели сливы на улицы с крыши. То есть у нас всё крыльцо заливает потоками воды. Естественно, это всё заледеневает. Проход практически невозможен. Это будет и травмоопасно тоже. В строительной компании, которая занимается ремонтом дома, пояснили. Работы ещё не закончены. Планируется в ближайшее время установить дополнительные трубы на водосточных сливах. Их протянут до земли. Поэтому капать на крыльцо вода не будет. Нашему телеканалу объяснили и прорыв трубы в подвале дома. Проект в рамках нашего ремонта у нас нет таких труб. Это трубы транзитные, которые проходят транзитом через дом. То есть, вы знаете, как кабель может идти транзитом через какое-либо здание и не будет иметь никакого отношения к этому зданию. Так и здесь транзитом проходят трубы, которые не имеют к нему отношения. Я не знаю, может быть, СГК, скорее всего, это их ответственность, может быть, управляющая компания. Но, скорее всего, СГК. Сроки сдачи дома по адресу улицы Ленина, 144, намечены на декабрь. До этого времени в подъездах установят входные двери и устранят все недочёты. А пока жильцам придётся набраться терпения и надеяться, что к концу года ситуация изменится в лучшую сторону. Елена Самарина, Николай Бойко. Новости. Продукция этой бийской компании пользуется по всей стране. Среди заказчиков Минобороны России. 30 лет исполнилось научно-производственному предприятию «Алтик». В чём уникальность технологии изготовления полимерных композитных труб из стеклопластика, узнала Анастасия Меншакова. Технологию косослойной продольно-поперечной намотки применяли ещё в СССР. Бийское научно-производственное предприятие «Алтик» усовершенствовало её. Аналога в стране нет. Компания производит изделия из композитных материалов. Стеклопластиковые трубы, опоры ЛЭП, корпуса геофизических приборов и многое другое. Годовая производительность – около 500 погонных километров. Два абсолютно одинаковых изделия. Одно из металла выполнено, второе из стеклопластика. По силовым характеристикам идентичны. По физическим характеристикам идентичны. Есть только лишь одна разница. Вот это изделие весит 9 килограмм, а вот это изделие весит 72 килограмм. Оборудование для производства разрабатывают в конструкторском бюро. В штате – кандидаты и доктора технических наук. Их уникальные разработки позволяют эффективно работать со стекловолокном, эпоксидной смолой и специальными добавками. Так выглядит установка по производству композитной трубы. После этого технологическая оснастка вместе с намотанной трубой поступает в печь полимеризации. После этого на установку намотку и уже после на механическую обработку. Основные заказчики – Дальний Восток, Европейская и Северная часть страны. Продукцию компании покупают наши соседи – Новосибирская и Кемеровская область. В Алтайском крае стеклопластик не так популярен. Трубы из него используют в угольной отрасли, применяют в системах вентиляции и подачи воды, а также в военной промышленности. История с Министерством обороны у нас началась в 2016 году. Наше предприятие посетило форум «Армия-2016». Там мы познакомились с предприятием 25-й научно-исследовательский институт химатологии, который оказывается на протяжении уже многих лет ищет заменители металлической трубы. Так «Алтик» стал поставщиком Министерства обороны страны. Он производит трубы для перекачки керосина, бензина и солярки. Такое сотрудничество – успех для бийской компании. Все характеристики металла и композита собраны в одном изделии, что дает ряд преимуществ и перед композитной трубой, и перед металлической. Это вес, это выдерживаемое давление, это сроки эксплуатации, это антикоррозионность и много других параметров. Предприятие входит в алтайский полимерный композитный кластер. «Алтик» участвует в международных выставках и форумах при поддержке регионального Минэкономразвития. Так компания представляет свои достижения всему миру. Анастасия Меншакова, Михаил Лифуншан. Новости. Полуфинал Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй» проходит в краевой столице. 64 студента со всего Сибирского федерального округа стали участниками молодежного конкурса. На открытие побывал заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь. Я как руководитель, в том числе отвечающий за кадровую работу в органах исполнительной власти региона, должен вам сказать, что любая строчка участия кандидата-соискателя должности, где в досье будет участие в подобного рода мероприятиях, это огромный дополнительный плюс. Конкурсанты из Барнаула соревнуются очно на базе алтайского филиала «Ранхикс». Остальные участники – дистанционно. Среди них студенты из Новосибирска, Омска, Томска, Иркутска и Красноярска. Мы в первую очередь даем возможность всем желающим, инженерам, юристам, гуманитариям и, конечно же, экономистам, попробовать себя на практике в роли управленца, в моделируемой организации, где можно совершать ошибки на таком тренажере для управленца. В полуфинале начинающие управленцы разработают виртуальную компанию. Особое внимание они уделят маркетингу, подбору кадров и финансам. Такой опыт позволит студентам получить базовые знания в области менеджмента. Я хочу вообще в дальнейшем начать свой какой-то бизнес, управлять своей компанией. Так что я рассматриваю данный кубок как первый шаг к управлению, к развитию своих навыков. И уже в дальнейшем я их буду масштабировать. Барнаульский фотограф стал членом Королевского метеорологического общества. Призовое место в международном конкурсе «Природный фотограф года» заставило Евгения Борисова по-новому взглянуть на свое творчество и задуматься об исследовательской деятельности. Историю создания конкурсного снимка и ближайшие творческие планы автора узнала наша съемочная группа. Лодка, друзья и квадрокоптер потребовались барнаульскому фотографу Евгению Борисову, чтобы сделать этот снимок. Автопортрет он снял на озере Кок-Коль в Республике Алтай 1 октября прошлого года. А в 2021 этот кадр сделал его призером Международного конкурса «Природный фотограф года». По мнению автора, жюри заинтересовало необычное природное явление. Почему так озеро замерзало, почему такие образованные необычные узоры, рисунки, которые делает вода и которые делает природа, это все было на протяжении нескольких часов. Поэтому это как раз и в фотографии чем хороша, что она запечатлела, наверное, те моменты, при котором идет реально смена погоды. По мнению метеорологов, подводные ключи не дают замерзнуть определенным участком на поверхности воды и образуют такие интересные узоры. Опубликованный снимок уже вызвал интерес к этим озерам у других авторов. Фотографы из разных уголков мира тоже, я думаю, что приедут в скором времени на озеро и посмотрят, как это все происходит. Потому что у меня уже были обращения о том, как туда попасть, когда лучше, в какое время. В пейзажной фотографии все зависит от погоды, света, терпения и физической формы фотографа. Чтобы постичь ее секреты, Евгений брал уроки у ведущих российских и мировых авторов. Со временем его интерес сместился на съемку диких животных и птиц. Иди в дикую природу снимать очень тяжело на самом деле. Потому что здесь прям надо предугадывать не только свет и погоду, надо предугадывать и знать поведение животных, птиц. В какое время надо это делать, в какое время суток это делать, не только время года. В последний год фотограф много снимал в России. В Арктике, на Камчатке, Байкале и Курильских островах. В экспедициях его больше всего привлекают животные, которые в скором времени могут исчезнуть. Было такое, что ты снимаешь фотографию и думаешь, вот ты снял какой-то кадр, который тянет на шедевры. А сейчас ты уже снимаешь фотографии, которые ты придумываешь. Это уже для тебя является каким-то элементом творчества. Как и многие фотографы дикой природы, Евгений мечтает поймать в кадр снежного барса. Он уже знает, где и в какое время это можно сделать. Ближайшая задача проще. Снять верблюдов на фоне снежных вершин в республике Алтай. Юлия Шеламова, Николай Бойко. Новости. А на сегодня это все новости. С вами была Анна Москаленко. Хорошего вечера.